Еще отличный вариант для работы на координацию Это работа с маленькими парными кнутами То есть вот эти кнуты, это в общем-то не ударные Они чисто для жонглирования То есть они небольшого размера Вот здесь увеличена жесткость Нужно отрегулировать вес, чтобы вам было удобно проворачиваться Вот здесь веса немножко не хватает Поэтому он в какие-то моменты может не долетать Например, вокруг лоска Хорошо вокруг кисти Но когда мы делаем вокруг локтя Массы кнута, вот здесь, немножко не хватает То есть если бы он был чуть подлиннее, то он переворачивался бы здесь Массы было больше, он взлетал бы лучше И здесь вы начинаете симметричное движение сначала Симметричное получается Восьмерка То есть вы делаете плавные восьмерки Симметричные сначала Потом пробуйте это же дело асимметричное делать С симметричными движениями добавляете работу кисти Важно отпустить, не задумываться об одной руке Потому что если вы будете переключаться внимание на одну руку То у вас это будет останавливаться То есть вы должны все видеть как бы в пространстве То есть ощущать его оба как бы пнута То есть тогда у вас постепенно, сначала будет не получаться Но постепенно второй полушарий начнет работать и будет все хорошо И потом делаем уже допустим с проворотами Вокруг кисти сделали поворот Вокруг локтя Подбросили, поймали И когда вы ловите Вы должны зрением не на одну переключаться какой-то элемент А у вас зрение как бы должно быть такое сферическое То есть вы видите все эти предметы И вы на них четко не фокусируетесь А ловите как бы каждый вместе То есть да, это не всегда будет получаться То есть вы когда подбросили То есть я смотрю как бы вот сквозь них И я вижу вот это все пространство от него И потом можно пойти уже перекрестное движение То есть вот это у вас было прямое движение, да? Прямо делали А теперь начинаете перекрестное движение То есть отсюда можно включать возможные броски Но когда вы сделали бросок Полностью внимание у вас не должно уходить на эту руку То есть вы эту руку тоже должны чувствовать Интересный элемент, когда вы меняете руку То есть получается вы подбрасываете один кнут А для тренировки сначала, конечно, отдельный элемент берете То есть вот у вас один кнутик И вы его начинаете просто подбрасывать То есть вы его подбрасываете в разных проекциях И вам его нужно научиться поймать так, чтобы у вас движение продолжалось То есть если я его не доброшу, он впереди будет То я не могу его на себя тянуть Он как бы меня ударит Поэтому мне нужно ловить так, чтобы он уже был в конце вот этой траектории Вот движение попросили Вот она летит И это же будет следующий замах То есть вот где вы его поймаете очень важно Поэтому когда вы отрабатываете Именно нужно сделать, наработать высоту, траекторию, скорость движения То есть не спешить То есть все делать очень плавно сначала И как бы было не тяжело То есть все время старайтесь заставлять себя делать на обе руки То есть понятно, что правой руке легче Но левой тогда будет отставать Если вы будете делать постоянно только на одну руку Потом очень будет тяжело с левой рукой догонять Вот поэтому сразу Сразу пытайтесь заставить себя сделать на обе руки одинаково Сделали два движения На эту руке подбросили И обязательно на другую руку подбросили Чтобы у вас как бы симметрично все развивалось Значит, ну какие еще тут движения есть? Есть вот один американец Он придумал интересный такой трюк У него кнут вращается на себя Идет удар Потом он подбрасывает И он переворачивается в руку И он переворачивается в руку В движении Удар Подброс в руку Вот этим маленьким не очень удобно Он очень быстрый Чуть-чуть подлиннее Надо подбирать длину кнута Но приспособиться в принципе можно с другим Так же такое есть простое джонглирование с двумя кнутами То есть вы делаете движение Один кнут подбросили Этот передали в руку Опять у вас это рука Подбросили Перехватили Опять И движение у вас круговое То есть вы подбрасываете не за счет всей руки Отключен кистью То есть вы подбросили И передали Опять Подбросили И передали При этом важно, чтобы кнут всегда вытягивался То есть если он будет у вас лететь как попало То два-три движения у вас намотается И будет неудобно Значит можно переходить с вертикальной на горизонтальную плоскость То есть у нас вот эта восьмерка У нас вот такой плоскости То есть получается мы рисуем И можно делать вот такие восьмерки То есть тогда у нас движение вот такое Давай То есть чем больше вы будете плоско сменять, тем интереснее